Отопительный сезон 2012-2013 года в регионе прошел без срывов. Об этом доложил начальник регионального департамента ЖКХ Сергей Тальянов на заседание правительства. В Ивановской области построено 9 новых блочно-модульных котельных, 5 из них в Плёсе. Муниципалитетам из областного бюджета выделены субсидии в размере 30 миллионов рублей на техническое перевооружение старых котельных и ремонт ветхих инженерных сетей. К самому отопительному сезону Ивановская область подготовилась хорошо, а вот провела хуже. В областном центре было зафиксировано три крупных аварии. Это и у нас и сортировка, и Авдотина, Минеева, которые были зафиксированы Министерством регионального развития, а также МЧС Российской Федерации. Вопрос, который волнуют жителей, вице-губернатор переадресовал начальнику службы госжилинспекции. Дело в том, что некоторые ивановцы вынуждены сливать горячую воду, чтобы добиться оптимальной температуры. РСТ к осени обязаны предоставить новые критерии оплаты. Потому что действительно несправедливо. Там, где двухтрубная система, там вода постоянно циркулирует. А оплата идёт как в однотрубной системе, так и в двухтрубной одинаково. И для того, чтобы гражданину получить горячую воду, ему надо минут 10 сливать. Другая извечная проблема – долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Решение предлагают переложить на плечи собственников. Есть ряд положительных примеров, где собственники выбрали, соответственно, жилищным кодексом, оплату напрямую ресурсоснабжающими организациями. Я говорю, там, как уже из доклада я говорил, есть тенденция снижения дебюторской задолженности. Там, где через управляющую компанию, она либо сохраняется, либо наращивается. Даже взять, как бы у нас на сегодняшний день информацию только с областного центра, это, по-моему, дебюторская задолженность всех управляющих компаний по всему региону, полтора миллиарда. Однако, пока собственники дружно не взялись за управление, долги – это головная боль руководителей муниципалитетов. Ссылка на то, что население плохо платит, могла быть основана только одним – с населением не работают. И не случайно у нас с вами проценты сбора с населения по разным районам разнятся очень серьезным образом. Пожалуйста, коллеги, мы за вас эти деньги не соберем. Это исключено. Начальник департамента финансов Александр Грузнов в свою очередь напомнил главам муниципалитетов, что с долгами лучше расплатиться летом, чтобы к началу следующего сезона пуск тепла был осуществлен вовремя. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.